Развитие спорта и приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни – одна из главных задач, стоящая перед государством. С этим мнением полностью согласен и председатель Комитета Государственной Думы по делам национальности Гаджимет Сафаралиев. С рабочей поездкой он приехал в Каспийск, где посетил детско-юношескую школу джиу-джитсу. Школы и федерация джиу-джитсу были открыты в 1998 году. На сегодняшний день здесь занимаются более 300 детей. По словам президента Дагестанской Федерации джиу-джитсу и Минаван Рудина, с юными спортсменами проводится серьезная подготовка к соревнованиям различных уровней. Потому им есть чем похвастаться. Они неоднократно становились призерами различных международных первенств. А в 2007 году федерация заняла третье место по итогам всероссийского конкурса «Золотой пьедестал». Каждый из юных спортсменов стремится достичь отличных результатов. Тут мне нравится зал, как тренируют, мне нравится. А какие-то удары, приемы, знаешь? Да. Расскажи, вы самые любимые твои технические. Трегоник. Титулы у тебя есть какие, расскажи. Два копка. Два копка? За какие соревнования? За Лагестан. Узнав, что в Каспийске существует школа джиу-джитсу, Гаджимец Афаралиев решил осмотреть и узнать, какая работа здесь проводится. Познакомился с воспитанниками и узнал о достижениях юных спортсменов, которые, в свою очередь, весьма порадовали депутата Госдумы. Чиновник отметил, что помимо частных меценатов, спортивные секции должно поддерживать и Министерство спорта, потому постарается сделать все возможное для того, чтобы оказать поддержку Федерации. У нас всегда здесь вольная борьба, везде вольная борьба, там что-то, бокс. А тут неожиданный вариант с джиу-джитсу. И стали выяснять, оказывается, это все на энтузиазме тренера, энтузиазме родителей. Ну, вы знаете, здесь помогать нужно всем, потому что, ну, есть у нас государство, которое должно этим заниматься. И там, где государства нет, допустим, надо привлечь его сюда. Это и мэрия Каспийска, это и Министерство спорта. Будем разговаривать и с министром, и будем разговаривать с главой администрации муниципального образования Каспийска. С тем, чтобы как-то, я знаю и того, и другого, оба они спортсмены хорошие, и, как говорится, любят спорт. Я думаю, мы найдем способы. Но помощь в оснащении материально-технической базы требуется почти каждой спортивной школе. В разговоре с главой администрации Гаджимец Афаралей выразил свое удивление отсутствием в нашем городе дворца спорта. В свою очередь, начальник отдела по физической культуре и спорту Гаджи Тагеевич отметил, что наш город попал в федеральную республиканскую программу по строительству быстро возводимых сооружений. Только вот первые деньги на их строительство должны прийти в 2018 году. Сейчас под эту программу строят, начали строить Кизляре, Буйнакске. Но эта программа была 2010-2014 год, потом 2014-2016 год, сейчас она стала 2014-2020 год. Я спрашиваю, почему переносят? Потому что 70% финансирования должно быть федеральным. 20%, 22% республика и только 8% город. А получается, федералы говорят, стройте, а мы потом деньги дадим. А Минспорта говорит, извините, у нас очень много объектов. В итоге состоявшегося разговора Гаджиметом Сафралиевым было решено поставить вопрос о строительстве в Каспийский спорткомплексе. И будет рассмотрено предложение о реконструкции дворца спорта, находящегося на базе завода Дагдизель. Жахна Баткулиева, Рамазан Алиханов. Новости Каспий-ТВ.